Мы с вами продолжаем цикл лучших партий «Сыны за пол века». Одна партия в год. Придем к 84-му году. В том году, даже не в том году, в 84-м начался, в 85-м кончился. Состоялся исторический матч. Карлов, Каспаров. Самый дневный матч за всю историю. Нарушен продаж за 48 партий. И так и не был закончен. По условиям победительный становился тот, кто выиграл 6 партий. Были две системы первостей мира. Когда фиксировано количество партий, допустим, 24 чаще всего, либо когда выиграл количество побед. В данный матч был до определенного количества побед. Это было выиграть 6 партий. И Карлов начал очень резво. Боевые четыре партии подряд, в первых девяти партиях. Потом Каспаров уже как-то наловчился, норовился к игре Карпова. И начался длинный такой задвижной период ничьих. С 9-го марта подался 6-ю в боевые страшные ничьи. Карпов выжидал момента, чтобы нести решающий удар. Огромный перевес 5-0 был. А Каспаров оттягивал, оттягивал, чтобы, во-первых, как более молодой, он считал, что Карпов под заказом утомиться. Ну и кроме того, он чувствовал себя обреченным. До поры до времени. Поэтому хотел оттенок в период больше подсадить в матч. Так прошло, значит, после 9-го марта были сплошные, там сколько надо почитать, 16 тысячи человек, что ли. И вот 27-ая партия, и опять Карпов выиграл. Счетство опять на 0 его просто. Казалось, уже все, мальчик закончился. Ну 5-0, а в 6-ю когда выиграть. То есть ему осталось 1-й выиграть, а выиграть 6 квадрата Карпова безнадежно. Поэтому уже считалось, что после этого мальчик закончился. И тут только Карпов устал и не мог выиграть дальше ни одной партии. И Каспаров выиграл 30-я и 31-я партия, сейчас стало 5-1, а потом они играли, играли, играли. Сейчас стало 40-й. Каспаров выиграл 47-ю партию и 48-ю партию 2-й подряд. Сейчас стало 5-3 в пользу Карпова. Но уже совсем не наигрывалось вначале, потому что чувствовал, что Карпов устал и ничего не получается. А тут такой политический момент, что власти поддерживают Карпова, своего человека. Каспаров был как бы немножко, там, бальжанно и так далее. Как-то там были претензии. И они боялись, что он проиграет Карпова. И этот матч был вообще остановлен. Что тоже было впервые в историю. Пришел эти 5-3. А потом игрался второй матч уже через год. И тогда Каспаров выиграл и стал же чемпионом мира. Карпова 12-й, чемпионом мира. Каспаров стал 13-й. И дальше он выиграл все матчи подряд. То есть он догадался, что он намного сильнее. Но в этом матче, доброя до времени, все-таки Карпова был на высоте. И эта партия, 27-я партия этого матча, она не яркая. То есть вот увидите, что никаких жертв нет никаких таких садковийных, острых жертв. Она очень чистая и почти не заметная, как раз проиграет карпы. Она конечно была в этом, на ну 3-3 партии воды. Вот посмотрите на мою ману, все равно. Значит, первый ход ходил в три. Д-5. Сейчас будет нам в 3-3 партии. Д-5. Д-4. Ну, когда играли, на первом ходу ходят в 3, этот на первом ходе ходят в 3-е развиваются. Но в шансы мы часто обменили, но переходят в другие. И после Д-4 и Д-5, фактически это странно, что на первом ходу Белого сыграли Д-4, Черный на Д-5, и Белый пошли по ним тридеру физико-гамбит. Потому что мы все сходим к физико-гамбиту. А с парков играет белый? С парков играет белый, а с парков играет черный. А с парков играет белый. Здесь последовало С4. Это уже получается стандартный физико-гамбит. С4, Е6. Е6, конь С3. Слон Е7. Слон Ж5. А, нет, Д4, конь Е6 пропустил. Пробочен ход. А вот такой ход был. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Сейчас он делал. Слон Ж5. Аж 6. Слон З1-6. Здесь разветвление 20, что будет в этой позиции. Одно разветвление, получается, если слово отходит на Аж 4, и получается напряженная и сложная игра. А второе, разветвление, конь Слон меняется на конях и получается позиция чуть поприятнее белых и менее острых. Разменяем сладок. Е3. Короткая рокировка. Кверс С2. С5. Здесь бедный съезд. Д4, бед, С5 пешку. Д4, бед, С5. Ну, тут ряд разминок не дошел. И черные побили на С4 пешку. Слон побил на С4. Слон побил на С4. У беда была колечная пешка, но эту пешку невозможно удержать, поэтому сейчас террориное соотношение сравняется. Кверс С5. Беды рекровались. А куда? А, в короткую сторону. Да, в короткую сторону. И вот здесь последовало сладко... То есть можно было сразу побить на С5. Черные решили сдвоить пешку. Чтобы эта пешка была слабая. И здесь... Потом у нас... Нет, белые побили ферзиом. Побили ферзиом. И менялись ферзиами. Здесь, значит... Что получилось? Получилось, что у белых лишняя пешка, но ее особенно не удерживаешь. А? А, не за левую и вбольную? Ну да, но поэтому лишняя пешка, но позиция равная пока. Черные... Ну, как на нее напасть? Единственный способ напасть на пешку. В С5 надо отыгрывать в пешку. Не играешь в ней в пешке. Значит, как на пальце. Кунь Ди Семь. Это было правильно. Кунь Ди Семь. Здесь Карпа сделала тонкий ход. Естественно, что если в черные поверим, на следующий ходу на С5, то позиция абсолютно равная. То есть, нет, наоборот, позиция... Кунь Ди Семь была привлекательная. Это все-таки слабая пешка Ц3. Делированная пешка, и никаких у нее перспектив нет, и на нее можно нападать. Поэтому Карпа сделал важный ходунок. Он отдал эту пешку, все равно эту пешку надо отдавать. В ладе не дышит. Но он отдал таким образом, что его еще одна была. Была разделена пешка. Теперь получились Ц3 и С6. Обсаженностью метречной пешки. Ладья АВ1. Заня распределение. Ладья АВ1. Ладья АВ1. Ладья АВ1. Кунь Б6. Кунь Б6. Напали на Санан. Санан стопил на Е2. На Е2. Черный сыграл ИС5. Но позиция абсолютно равная. Шансы сторонам равны здесь. Если кому-нибудь отдать предпочтение. Но для ничи еще далеко. Белый все-таки удалось как-то переиграть. И здесь Карпин сделал ход, конечно, то бы чисто позиционный был бы не приходит. Но очень тонкий ход в стиле Карпо. Он пошел ладья АВ1 на С1. Казалось бы, бессмысленный ход. Потому что ладья украли собственную пешку. Но мы сейчас увидим, в чём смысл. Смысл в том, что эта пешка потом будет слабая когда-то. И он ее заранее навестил. Это называется избыточная защита. Есть серия тонких ходов в этой серии. В этой партии. Это первый такой серий тонких ходов. Напрашивал, что он заехал в это время. Это как раз причерендовало. Потому что черный, особенно слонов, а напаление не будет разменное. А если с этой серии вообще ничего играет. Да, но можно побыстрее вот так. Нет, ладья это куда? Ну, я имею в виду, когда это можно читать? Ну, да. Ну, да, такая идея будет. Это пешка. Он станет на бассейках, что он сюда не пустит. Допустим, он пойдет так, а еще 2-3-6, просто на 2-3-2-4. Вот разменный. То есть он зависит. Просто так и простым способом перевеса невозможно. Это тонкий ход на будущее. Вы сейчас увидите, что он такой. Какая у него идея. Он здесь, как я сказал, выполняет афонатическую мусору. Вот он защищает, даже в 103. Кроме того, не отнимает поле до 1, ну, слонать. Сейчас тоже пригодится. Это все нужно было предусмотреть. Это так называемое позиционное лагирование. То, что бывает. Есть тактика, есть позиционная игра. Это позиционная игра, когда никто не нападает. Неких женских, никаких острых моментов. А просто это позиционное лагирование. Каждый хочет получше расположить свою фигуру. И вот тонкость расположения первой фигуры у нас близнестут в 6-х годах. Карл, он тонкий позиционный игрок. Он заранее почувствовал, как надо нарастать фигуры. Даже, может быть, чисто интуитивно почувствовал. А сформулировать это очень сложно. Ну, слон В7 наношается в ходовой весе слона. Белый подтянули края к центру. Крой Ф1. Слон пошел на Д5. Слон пошел на Д5. Ладья сыграла. Ладья В5. Напала на пешку С. Если побить эту пешку, потеряется эта. А потом еще пешка 7 будет слабая. Потому что Ладья может сюда перескочить. Пешка 7 можно не защитить. Поэтому черные неправильно на 2. А сыграли конь Д7. На 4 просто пешку на 5. Конь Д7. Конь Д7. Ну, а Белый приедет ладью на край доски. Но Ева нападает на бюджер в Ф7. Уже чувствуется, что Белый не укрепляет силы. Потому что пешки слабые. И на них нужно все время беспокоиться. Черный сыграет Ладья Ф4-8. Разбери ладью. Белый сыграет С4. Мне запрошу карточки. Почему не учил было как-то защитить на бешку? А ты тогда все равно отрабатывал на бешку? Не, правда. Я не хочу защитить. Вы думаете, что ты так говоришь? Ну, например, спатье. Но ты не хочешь заходить, потому что отдаешь кешкаси? Мы можем кукурой, когда вы сдавите звонок. А, что это будет? Ну, вы думаете, что ты еще на этом плане обладываешься? Слава нападу. Солом по-друге. Ну, что мы в плане не будем срабатывать. Ну, что-то держится пока. Все пора держится. И здесь сейчас Белы уже сделали несколько тонких ходов перед тем, как они, когда Бальску явно перевесли. Белы сыграли С4. Словно шел на С6. И вот здесь, конечно, идея Белы, конечно, наступление. И куча Белы не пешка. А он к Карпу делает еще один тонкий ход. Перед тем, как наступать, Белы сначала отступают. Как вы думаете? Собрать, конечно, сложно. Ну, я не знаю, может быть. Это... Ну, Ход Карпу тоже собрались. Он отступает конем. Конь Е1. Когда он, потому что конь в центре, там, держит в центре, хорошо стоит. Но идея его понятна. Он конь переводит на Д3. И вот теперь явно, как видите, как С. Обнаружил, что она слабая. Конь держит ее. Ну, Владя нападает, он держит. Но конь пошел на Д3, вот, наверное, более. Тогда уже будет ее совсем трудно держать. То есть конь таким тонким маневром. Конь переходит на Бобина-борист. Черный сыграл, Владя Б4. Владя Б4. Значит, еще последний Владяй в тонкий ход. Еще одно отступление. В этом, почитая атрибации, для тех, кто любит такие чисто-апевизационные игру, наблюдать, как она происходит. Почему? Правильно. Но это нужно было. Другой кто-нибудь, мы бы с вами, может, сразу захотели конем, ладью прогнавить, а за 5 напасть, когда запад было, если конь Д3, кажется, что очень сильно, и на ладью напал, и на 5 напал. Но исход Владяй А4, нет, Владяй А4, и вы не успеваете сядь. Но ладью просто нельзя, потому что качество теряется. А к ним не забывает сядь, потому что, ну, с Восьминской гриппу, вот, и так далее. Поэтому не... Там можно просто распределять коней, и потом на ладу будет висеть. Вот. И тут, в общем, после этого хода, это переставит... Сложно... Пешка переставит себя чувствую слабой. Так черно-белые сяди еще одним отступили. Совсем смешно. То есть все белые фигуры отступили на первую линию, и оказывается, что черно-белые сяди стало хуже. Потому что все Владяй А4 забиты в поле, в первой же ходе встанет внутри, в первой же цепи потеряется. После того, как она потеряется, будет, конечно, еще очень много тонн в игре, но мы до конца досмотрим, потому что все варианты здесь, когда нужно партийно анализироваться там так много раз, что... И такие глубокие анализы, но общее положение сейчас мы увидим. Значит, после коней... Черные... Как они здесь могли сыграть? Слон-то они... Вот, значит, последовало Владяй А4. Владяй А4. Нет, у нас Владяя здесь стояла. А, туда вступили Владяй А4. Потому что уже все держаться. Владяя здесь попрыгала, попрыгала, но ничего не достигла. Оказывается, и сюда нельзя пойти, и конь-то тригрызки, значит, это... Все равно надо сейчас в это уходить. И это позже будет, когда я в это... Черно заранее вступили Владяй А4. А? 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 Потеря темпы? Ну, да, оказалось, потеря темпы, да, но каким образом это выяснилось? Видать, с убедительной фигурами это было бы могло не прийти, прям того, возможно, что Фернан трудно было что-то посоветовать, но не знаю. С ним таких ходов в голову не приходит. Коней, я видел, что он зададет. Беда отступает, что потом начать не пора атаковать. Теперь последовало... Теперь последовало F3. Еще одна тонкая, чтобы это поле над прикрыть. это поле, чтобы не прийти. Просто все слабо, все пора взять под контролем, и включаем, то есть нет, который кутро играет. Ф3, ладья пошла на Д8, ладья пошла на Д8, и теперь кут на Д3. Ну и все, пешка гибнет. А дальше мы уже. Но для нас как бы важно, что для вас, если у вас лишняя пешка, вообще, если какой-то материал лишний, а нет конкретных, конкретных контр-игры, там матовые отраги, противник или нападение на какие-то фигуры, то это уже все небольшие перерезы, пешка тут не так мало. Так что мы дальше просто досмотрим, но уже тут не будем особо разбираться. А что вы сыграли? Ж5. Ж5. От беспомощности. Ж7-Ж5, да? Это немножко от беспомощности. Ну, а деталка, ты знаешь, я сгодкурю поле Ф4. Здесь последовало слон по три, еще одна толпка перед тем, как взять ЛС-5, лести на себе свечать пешку. Она уже защищена, теперь и ладья свечает, и слон свечает, и теперь уже все, уже пешка погорела. Гороль Ф8. Ну, и наконец, Белый забрал ЛС-5. Конь забрал ЛС-5. И ладья заказала ЛС-5. Вот, ну и пешка выиграна, но очень долго окончания было, но сейчас мы до конца дойдем. Белый реализовали, но это же не против кого-то, это против Каспарова, поэтому он защищался изо всей силы. Не получилось. Значит, он сыграл ЛС-6, Каспарова. Ладья Д6, король Г2, король Е7, ладья Т1. Теперь пена готова менять фигуры, потому что кешка есть кешка, чем меньше фигуры, с лишней кешкой легче выиграться. Разменяли на Т1, король копил на Т1, король подтянулся на Д6, напал на ладью, ладья А5, Ф5, черный пытается какую-то контурную грузить получить, Б4, потому что еще не то, что на них уходит. Король Е2, король Е2, еще одна пешка, H5, но это не атака, это просто пешки устраиваются, чтобы на них вреднее было нападать. Здесь Карпан сделал очень хороший ход, он сыграл Е4, обнажил слабость от этих всех шешек по пятому ряду, потому что после размена есть ФЕ, то сразу здесь могут потеряться пешки. Так и было, ФЕ, фермы сыграли, ФЕ, ну, здесь уже надо менять на Е4, потому что там же 5, H5, пешки могут погибнуть. Поэтому белая, черная зая, хотя бы на Е4. А в чем замок? Ну, там на это пешки еще все, все равно без пешки остаешься и воносец не упрощается. В чем пешка была нанеса гибна С5? Как? Пешка С5 белая. Белая. Здесь хоть черная, как она играется? Раньше белая, где-то нужно было сходить на С5. Он меня не думал, что вот еще за такой позиции можно было на такой позиции по 11-5. А, так он же здесь забирается ладья, она как-то вне игры остается временно. Ну, король хорошо, допустим, сюда или в центр, не знаю, но ладья не уделка, она убирается в свою пешку. А если она свободная, все черные поднимутые пешки они на них нападают. Таким образом, они сразу обнажаются. Е4, и сразу ладья заиграла. ФЕ-ФЕ, черная съели слона, а пешку, а бедная тоже съели пешку, на Ж5. по-прежнему лишняя пешка, черная сыграет слона в 5. Забубить пешку пока не теряется шаром, теряется ладья, черная пока теряется. Мен сыграет король Е3, пешка теперь под боем, они сыграли Аж4. А где можно было защитить на двери? Ну, можно было защитить, но это неважно, здесь все равно от сына может напасть. Нет, это один способ, главное, что пешку не отдать. Пройдем вперед, тогда ладья там была прикована, кто настоящее что лучше? И здесь последовало король Е4, черные централизовали короля, последовало Е5 шаг, черный дали шаг, отбросили короля обратно, король на С3 пошел, на С3, слон теперь под боем, слон Б1 черный сыграли, слон Б1, слон Б1, в чем смысле этот код? А он просто слон под боем, слон под боем, надо все равно отступать, куда-то надо отступать, в слон Б1, с вычет пешку будет висеть? каком? можно было сюда? сюда сюда очень неприятно, сюда очень неприятно, из-за такого шага, и на слепую отсыпать, негоничнее, на лёжи, а если вы брать тюшку, это теряетесь, Ну, здесь трудно сказать, что он не раз. А так это надо, можно знать, или видеться пять раз, ну, пять уже не спешить, можно, ну, не знаю, не знаю, ход, он просто держит, то я знаю, в любом случае, это пешка. Что разница? Нет, ну, правильно, как это можно сделать? Он, просто это пешка, здесь он к этой пешке хочет реализоваться, поэтому белый с игрока три сначала, а ты черный ладья и семь. Теперь белый напарь на пешку, напарь на эту самую сторону. Ладья Ж4, здесь… Явочка не садись на… А, ну да, да. Ну, садись, не знаю, ну, может быть, даже не знаю. Лучше, ну, можно ищите теперь. Защитить? Ну, ты особо не защитишь, там… Шах неприятный, и потом это пешка, ладья, наше эти, может, приятный. Ну, здесь камни противника, а не владеющие шахки. Ну, я не знаю, это… Так и Шелтанов, сыграл ладья Ж4, если мне трудно отдать предпочтение. Лишний пешк, он просто называется реализация, техника реализации. Если здесь Е4, например, был уход, тогда слон Д1, такой есть вариант, и потом король на Д4 идет, и тоже что-то теряется. Поэтому он сыграл H3. H3. Но если пешку забрать… Нет, если пешку забрать, тогда у нас есть шансы. Потому что ладья Ж4, и потом съест эту пешку, и это будет слабо, и пешка никуда не продвинется. Но гарпу сделал тонкий ход. Он сказал, что уже три гарпу. Потому что он решил, что лучше пешку здесь, и тогда останутся две проходные. Поэтому он сделал, что мы согласили три. Здесь партия, кстати, была отложена. Я вам говорил, что в те времена партии еще откладывались, и потом на следующий день доигрывались. Поэтому они, конечно… Компьютера тогда и не было. В 1984 год. Сейчас бы просто поставили позицию на компьютер. Компьютер бы просто… За обе стороны заходил бы лучший ход, поэтому… Теперь использование компьютера запрещено, а стало быть и нет таикывания как такового. И здесь… Было отложено, они проанализировали, и партия с обоих следующим образом. В чем они сыграли ладя Е8? Он выжидает. Здесь очень сильный ход. Ладя в 6 серии сразу беды залезли на 7-ую линию. То есть они не гонятся до пешки H3, потому что пешки Е8. Какая активность будет? Вот. Нет, он не сыграл. Опять он сыграл… Он сыграл ладя Е8. Ладя Е8, чтобы активизировать ладью, если он забирает эту пешку, то черные заберут пешку H2, и там какая-то надежда будет на ту проходную пешку H. И так и последовало. Беды сыграли, это забрали на 7. Пока временно две левшие пешки. Но черные сыграли ладя Е2. И король B4. И забрали на H2. Здесь, конечно, это домашний анализ. Они все же прочитали. Потому что пешка H тоже может добаться, если ладя отойдет. Пешка H может пройти вперед. И еще слон отсюда спрашивает, почему слон стоит. По слону еще может разлучиться по H1. Но здесь, по-видимому, уже все форсировано. Я думаю, что это было все, думаю, прогнозировано до самого конца. В последовало C5 шаг. C5 шаг. Кернинг, король C6, единственный ход. Король C6, единственный ход. Теперь слон вступил в игру. Слон А4 шаг. Кернинг, пошли король МНД5. Пошли король МНД5. Ну, пешки тут не были без парня на совершение, поэтому король D6, и я ее держу. И потом, ну, может быть, можно было... Он сыграл сильнее. Он сыграл ладя Севшан. Он сначала отбросил края. Отбросил края пешка C. Король пошел на Е4. Ну, там, на король D6 тоже следовало C6. Как и в партии C6 последовало. Теперь черные стараются как-то эту пешку задержать, и чтобы их пешка аж вошла в бой. Они сыграли ладя А2 шаг. И здесь тонкий ход. Король А5. Уйти от шага. Король А5. Теперь грозит C7. И поэтому черные... Нет, это грозит. Сейчас что-то черное. Черные сыграют ладя А8. Сзади пешка встать. А там рассчитывали на свою пешку аж. Черный... Белый сыграл C7. Каспаров сыграл, а суббил ладю А8. То есть та пешка, конечно, продлинула все вместе с королем. Ладю принесла отдать. Но все-таки здесь тоже король пешка аж. И здесь тоже опасная пешка. Потому что здесь все нужно темп в темп выключить. Видите лишняя пешка? Какая-то длинная, долгая реализация. И с разными тонкостями. Здесь белые сыграли король А6. Ну, понятное дело, пешка поближе. Теперь разные образы. Черные сыграли король Е3. Потому что встанут перед пешкой по ленту. Потому что я сразу на нее нападаю. Здесь король колдорога. Не становится под бой, а нападает на пешку. А там уже все. А вот это нечего сделать, когда король ее поддерживает. Поэтому король Е3. Здесь вены собирались на С6. Они взяли под контроль поле А1. После этого H2. H2. Теперь, если, допустим, двигать короля. Кладем можно развести, но потом поставим слон Е4. И слон прерывается линия между слоном и пешкой. Поэтому здесь надо правильнее не выиграть. Белый сыграет Ж4. Свою лишнюю пешку неожиданно она сработалась. Она пошла вперед. Слон Е4. Слон Е4. Слон Е4. Слон Е4. Слон Е4. А как? Слон Е4. Николайский удаление. Слон Е4. Ну, поэтому здесь было бы разбит. И потом. Слон Е4. И потом. Слон Е4. Слон Е4. Слон Е4 нельзя побить. Побить. А потом. Так и надо. Так и надо. И если король Е4, то я успеваю сеть. И запишу просто. Поэтому сон Е4 не было соберна. Слон Е4. Слон Е4. Была соберна ладья H8. Черно. Слон Е4. Черно-белая. Слон Е4. С�нировали ладья D1. И на слона напали. За это контроль. Пункт H1. Черный слон ушел. Слон Е2. Последний шаг. Король Е4. Еще один тонкий ход, шаг, на невыгодном поле, короче, же три, и теперь просто на девять и пять. Девять и пять, черный взяли эту пешку, и последовало на девять и два. На девять и два, но здесь черный взялись, вот такая длинная длинная маркерика, 59-й ход, здесь почти 50 годов. Но она, видите, без ярких тяг и мест, но, тем не менее, тонкая партия, и ход за ходом, так как, по периоду, но победа оказалась у него последняя в этом матче. Еще стало 5-0, а потом, как я говорил, 5-1, вот это 5-2, 5-3, Космаров уже вот уж уленный, и пришедший 5-3 матч был остановлен. Матч был остановлен президент Фидея, но, я говорил, это такой политический момент, под воздействием властей, потому что не хотели, чтобы Карпу проехал. За Карпу валял, как бы, ну, как известно, президент, кем он тогда назывался, Брежнев, генеральный секретарь? Брежнев, генеральный секретарь, Брежнев, он уже умер, это было, нет, и когда он умер, как он умер? В 82-м году. А? Брежнев умер в 82-м году. В 82-м году, а то в 64-м году. Брежнев уже не мог болеть, но сам, он болел, когда Карпу ходил скочным. Но важно, что власти поверили с Акапова, и они не хотели, чтобы он проиграл, тем более счет был 5-0 и так далее. Ну, матч был остановлен под предлогом, что оба противника неимомерно устали, надо заканчивать, но, по-видимому, больше устал так. Карпов, и когда Каспаров не подписал, а Карпов подписал, то есть, тем самым, он признал, что он не может больше играть. Правда, он захватил, что, там, на совершении, буквально, что он наделал, он написал, фактически он имел в кармане выигранный матч, и признал, что он не может его выиграть. Но, все равно, уже, у матча было, как он, он считал, что у него украли два очка, счет 5-3, счет, и все равно, до победного финала, у нас одна партия, а Каспаров уже будут выиграть три партии. Ну, и делалось уже не в количестве партии, а то, что матч затягивался, если его переносили, там, в общем, было ясно, что Каспаров на подъеме, а Карпов уже устал, играть ему тяжело, ну, и вот такой матч прерывали. Вот эта партия оказалась самой тонкой, хотя, там, те четыре победы, которые она держала, в начале матча, тоже, блядь, плохие.